всем привет вами андрей у нас собственно рыцари бумаги и пера третья часть собственно заходим в ежедневные награды забираем у нас 25 день подряд 9000 монет еще груз пару дней мы получим получается новый класс гладиатор вот у нас город собственно прокачано вот настолько но собственно 3 дальше 7 печка 7 кузнец 15 хранилище 9 маркет получается основная ратуша 7 у нас уровня гильдия у нас тоже 7 уровня собственно так называемый храм у нас на четвертом уровне и библиотека на девятом забираем ежедневно собственно награды 13 книги уровень книг варьируется от прокачки здания самого чем выше собственно ваш уровень здания тема все сильнее книги что дело текущей книги они усиливают способности ваших персонажей то есть чем выше уровень и тем соответственно вы сильнее способности ваших персонажей они больнее бьют лучше лечит и так далее лучше защищаются я только что прокачал в кузнеце улучшил синий кинжал который я нашел вот как-то так собственно давайте все лишнее выложим чтобы нам она не мешала у нас получается 6 них 13 уровней 2 книги 11 уровня убрали кофе она является сквестного предметом за кофе иногда очень ну не только за кофе за похожие квестовые предметы достает достаточно много она я убежал вот обратите внимание найти собственно нужно найти собственно убить как вам объяснить 3 сэндвича нужно собрать чтобы получить собственно ледяную сферу так называемый арбум если быть точным давайте как вариант это сделаем а чтобы найти сэндвичи ну понятное дело дерево нам будет говорить а после побычный квест я думаю нет смысла про смотреть потому что она плюс-минус одно и то же говорит она ведь у нас отправляет сюда в принципе мы достаточно должны быть акции говоря по поводу персонажа чтобы имели представление давайте я вам покажу что у меня персонажа у меня собственный человек человек профессор это вар потом он и а клерик тоже человек грубо говоря торговец будем так его называть рога эльф татуировщица шаман человек констебль и паладин человек и паладин человек кузнец собственно что делает каждый из них подобилок это собственно кузнец у нас добавляет опыта при прокачке предметов получается у шамана констебль он при начале боя у рандомного врага упадает инициатива минимальную то есть это позволяет нашим уроки вырезать через бак степ очень эффективно самом деле можно было даже в теории поменять но опять же например мент особо не нужен этот дороги характеристика а вот характеристика сила больше нужно роги поэтому и так и фокус поэтому она более важно для роги вот собственно продолжаем ок у клерика у меня собственно золотоискатель так называемый 10 процентов за квесты дают дополнительные у профессора идет 15 процентный шанс того что его будут именно атаковать учитывая что профессор у меня как танк идет вар поэтому большей степени все атаки будут направлены на него что очень хорошо в идеале конечно профессору другую дать потому что обратно внимание у него фокус ним ты вилл собственно что вы понимали фокус это в основном защитная характеристика по крайней мере я и так использую минт это характеристика спелл пауэр так называемая магическая характеристика вилл это количество вашей магии соответственно по сути говоря профессора сомнительны для него но лучше пока ничего нет если есть еще фишер но у него тут 10 процентов то есть все то же самое только 10 процент ну то есть у него body плюс 3 минт плюс 1 и вилл собственно плюс 2 body это у нас характеристика живучести так называемое здоровье минт собственно я уже говорил это спелл пауэр а вилл это собственно ваша энергия личная энергия увеличится то есть в теории для танка конечно так называемая вот лучше будет то есть так называемая характеристика здоровья но опять же тут 10 процентов и 15 процентов я думаю нас процентов они поинтереснее будет теории конечно можно было бы отдать теории можно было бы конечно отдать профессору этому паладину но паладин у меня обычно сбивается или поэтому я не думаю что ему из полезно хотя если так подумать в теории можно было бы даже танков сап переагрить на этот на фишер не фишер мысли интересны собственно по снаряжению у меня чтобы имели представление у меня синие доспехи гранит армор у меня синий молот и собственно синий щит я их из квестов вытащил в основном ну по не основных а именно побочных квестов которые идут в подводном городе я сейчас покажу чуть позже а вот плат армор она у нас на энергию для клерика может быть полезным посох 15 на 2 триньки вставлены триньки вставлены на высасывание жизни при нанесении дамага то есть он лечится 50 процентов на понесенного урона и щит пятый щит который мы по квесту получили уроки на хп и надев дротик собственно на скорость физик и уклонения и кинжал на физик спелл и криты но его конечно можно и могу было отдать но опять же защита эффективнее чем спелл конечно можно разогнать в теории но это сомнительное удовольствие у него стоит две триньки это получается огонь высасывания жизни они их вместе дают при убийстве цели 90 процентов дамага наносится остальным врагам крайне полезно учитывая то что урока большинство врагов вырезает поэтому для него все очень полезно плат армор опять же на энергию посох с одной тринькой но он не вставлен то есть ячейка пустая синий посох и собственно синий щит пятый уровень тоже вы выбили по квесту у паладина гранит армор стоит тоже выпил по квесту так называемая воинственная кирка она при старте ну так называемого боя до 350 процентов но не процентов а единиц щита и на 20 процентов увеличивает дамаг что очень полезно но пока и щит дерутся то есть до первого грубая удара потому что мог бы очень больно бьют особенно танков поэтому для них конечно это сомнительное удовольствие я вот тут подумываю поменять кирку местами с срогой но опять же что руку периодически молнии бьют паладин у меня в основном впал в физическую силу раскачан шаман раскачан в основном в магическую силу так называемый фокус минт и собственно спал пауэр также у него присутствует ска тринько на рот и которая позволяет ему а собственно понижать здоровье врагов что очень полезно рога по понятным причинам раскачан физическую силу то есть чтобы он больнее бил она если быть точным собственно клерик раскачанных минт минт это у нас спал пауэр то есть чем больнее он ударит наш клерик тем лучше собственно вар раскачан в хп у него опять же я все с квестов вытащил тут конечно слабые все-таки эти все-таки есть по уровням вар 30 клерик 30 рога 33 шаман 31 и паладин 29 поладин пока медленнее всех идет мы взяли квеста да мы взяли квеста у нас собственно задача на фарме 3 сэндвича 3 сэндвича можно на фармить любом месте не обязательно в том месте который вам показывают на карте вы можете перейти в любое другое место и на фармите 3 сэндвича не обязательно именно 3 сэндвича это работает и на остальные так называемые вторичные предметы вот поэтому давайте начнем убивать минус один вот а вот по собственно получили сэндвич а собственно к большинстве случаев вам нужно пробивать бои уровня средний hard то есть а почему именно эти уровни потому что именно на этих уровнях вам большие случаев и будут давать именно вот эти вот ну квестовые предметы которые вам нужны для пробития вот собственно давайте посмотрим на вот тут скорее всего с него выпадет с этого зверя зеркального ну давайте мы помог по максимуму возьмем он просто может чуть больше опыта получим первый ходит рога давайте рога срежет большинство флагов он срезал вот она опять же видите сэндвич упал именно со зверя также упал посох но посох нам не интересен потому что он серый он для нас он бесполезен у нас синие постку на на магов причем у нас одноручная это двуручный посох видите двуще его в правый верхний угол написано что он двуручный собственно два сэндвича есть остался еще один давайте его заберем мотылек вот который вы видите под номером 5 в данный момент это самое тяжелое существо на высоком уровне очень сильно бьет ядом видите какая у него толщина у этого мотылька даже шаман его пробить не может собственно паладин бьет и паладин забирает большинство до паладин забрал всех вот собственно 3 сэндвич 3 сэндвич мы получили можем возвращаться на исходную давайте расщепим сразу этот посох для того чтобы он нам не мешался он у нас серый ничем не примечательно просто его расщепляем на серые слитки которые не так много опыта дает для прокачки предметов не двигаемся возвращаемся на квест и получаем собственное арбум так называемого льда а видимо еще один нужно разве давайте посмотрим еще раз а ну да сэндвич почему-то еще один нужен хотя мы вроде 3 выделали ну давайте еще один выберем сэндвич не не будем никуда ходить просто выберем рядом с собой обратить внимание вам покажут тех лобов с которых можно выбить сэндвич на самом деле можно выбить с любого моба просто в большинстве случаев с hard мобами лучше особо не сталкиваться потому что как показала практика если вы вы их не потянете то они у вас могут очень много дамага нанести а тут урон будет в одну цель причем очень болезненный урон от рыб который под номером 5 и 7 соответственно наша задача просто срезать номер 5 например срезали его и и собственно даем town на них так называемый агр для того чтобы они не могли ну практически ничего и сделать если они будут бить танк вот еще один сэндвич собственно она собственно позовем эта рыба несчастная бафается она на силу атаки бафается тем самым а мы потом попробуем застанет застанете у нас его получилось и рога и срезает но крита не хватило то есть она не ударила его критом рога наш но вообще по сути тут рога но с двухсторонних пошла строгая женщина татуировщица плюс она эльфийка по внешнему виду виды что это женщина также нам на прокачайте собственно свои способности которые мы не докачали вот у нас например есть резурект давайте повысим его процентное соотношение то чтобы поднимал более большой процент но у нас количество магии за использование также увеличивается для этого используются две книги 11 уровне и две книги 13 уровня вот собственно 46 процентов он поднимет при смерти у нас еще есть собственно астральный план это передая передача собственно инициативы то есть как вам объяснить передача инициативы а что за что за передача инициатива то есть но я бою ее использую я вам покажу как она работает вы собственно получается у нас два предмета про за грейдилась давайте их улучшим это таки наша кирка которая на танках обычно стоит и плата армор который стоит на наших шаманах ну на шамане клирик это наших наших хиллерах в основном почему-то нам не засчитали ну давайте еще одного убьем собственно ну можно и этого тоже цепануть потому что он не особо силен он и полторы тысячи его удар единственные рыбы очень сильно будут много бить но нам нет смысла сейчас перед перегонять его поэтому видимо другой бой но шаман в общем а а что вы понимали шаман просто ускоряет собственно плата армор судя по всему мы получили ну точнее не получили а получим когда закончим бой зеленый да и даем маславер три цели чтобы они все били танка кинул кровоток это рыба несчастная давайте полечим паладином шаман добьет этого бронеломное чудо обратите внимание нам не выпало этот сэндвич который собственно должен был в теории выпасть то он не выпал давайте срежем а существо с которой вот а вот цены сейчас выпал видите ударим его для того чтобы согреть чтобы он бил именно танка но как показала практика танка скорее всего не сможет убить потому что у танка во первых 6000 хп плюс у него очень высокая татуировщица которая снимает негативные дебафы и в большинстве случаев нам и мы без проблемы их уберем собственно плата армора которым я говорил для мага очень эффективный ну и собственно сэндвич который квестовый вот нам говорят что сэндвич и мы все собрали мы собственно можем идти отдавать квест на самом деле можно было и в городе бить могов просто я не знаю зачем нас и постоянно двигали бить можно любых мобов собственно и получили ледяную арбу которая можно вставлять в экипировку с ячейками если она у вас есть у меня она присутствует но опять же нам пока некуда ее вставлять а собственно плата армор в принципе можно отдать кому-нибудь из этих например лечу либо могу просто кому наверно могу давайте отдадим могу собственно заменили у него тут отдай вот чем мне не нравится а здесь заменим просто на текущую вот собственно видите то есть на хпдф тут опять же тут серые просто так улучшаем наших вторичных персонажи как эти вторичных которые просто находится в данном момент гильдии и они нам не приносят не опыта ничего просто они присутствуют лишь вот собственно мы получили арбу ледяную очень полезная вещь особенно если в связке с другими арбами либо с дублирующими их копиями собственно давайте по основному квесту пробежимся нам нужно получить мы получаем тринку на физ атаку немножко рубинчиков и собственно склянку на полторы тысячи хп нас отправляют собственно нашу деревню новичков так называемый респаун велаж деревне на которой у нас по дороге из напали вот собственно сейчас вам покажу движение собственно что делает астральный планты так называемый посмотрите получается шаман у нас ходит под номером 2 рога ходит под номером 4 мы нажимаем астральный план и у нас рога ходит под номером 3 то есть после шамана сразу же он с помощью фурии срезает большинство врагов у нас остались двое и собственно паладин их молотом должен забрать почему я паладину именно физ атаку даю потому что паладин просто молотом может добрать после роги если мог бы слабые если мог бы очень сильный в большинстве случаев 7 рога разбирается либо паладин их просто станет собственно пришли преспаун велаж так называемые у нас по квесту он именно здесь они между собой разговаривают нам особо не интересно как показала практика полезных предметов нам не дают точнее они идут но и они очень низкоуровневые предметы нам и то есть сейчас нам дадут например второго уровня предметов у нас в магазине уже предметы девятого уровня то есть для нас их предметы которые они нам дают бесполезно за исключением наверное а собственно склянки и собственно гемов видите третий уровень ночью это такое но третий второй уровень у нас например с девятый уровень для нас это бесполезная мусор то есть вот например смотрите у меня 9 здесь 9 здесь и 9 здесь но смысл у меня третьего уровня то у того же паладина опять же девять девять вот смысл мне от этого девятого то есть но он ни о чем давайте мы его расщепим хотя в теории его можно было бы отдать нашим он дд например хантеру так называемый охотник у нас их собственно два как раз ему оба пойдут а на хп стоит отдать нашему танку вот что мне не нравится в этой моменте то что я не могу кнопку снять нажать то есть например я вот видите когда один предмет присутствует в инвентаре я не могу нажать кнопку снять без логики от из-за этого управления очень неудобное становится то есть я хочу снять ее но я не могу снять кнопки снять нету то есть видите да я хочу снять но я не могу это сделать кнопка снять просто не работает и не перетянуть ее ничего то есть блин это неудобно сделано честно говоря не знаю что мы можем сделать это попробовать поменять их местами но опять же это мы вернемся с того с чего начали нам нужно их как-то снять а как снять вот это вот непонятно давайте расщепим чтобы была возможность на сто процентов снять уже ее ну вот собственно одна расщепляем сейчас вторую расщепим их можно было бы отдать от на танка но проблема в том что я снять их не могу вот видите вот сейчас вот кнопка снять появилась а до этого его не было то есть ну блин ну неудобно сделано на самом деле она вот это у нас танкующий мужичок поэтому отдадим ему хп пускай она у него лежит собственно мусорный доспех третьего уровня но и собственно склянка на полторы тысячи но ничем не примечательное нам говорят нам нужно идти в замок точнее это называется собственно если правильно понял мавзолей давайте посмотрим что там у нас у нас ожидает если я правильно понял по награде нам просто нужно прийти нам сразу наград дадут давайте посмотрим что здесь за мобы здесь нежить основном но это скорее всего да мавзолей обратите внимание уровень мобов 132 102 82 62 66 у нас у что вы понимали уровень персонажей 30 30 30 30 то есть вы понимаете насколько жестокие эти мобы честно у меня просто нет слов как это собиралось понятное дело что мы их убьем но а вы видите то есть нам даже бесплатно ничего отдавать не хотят это собственно так называемые подводные жители и они даже не грейжиные то есть это самые банальные жители которыми мы могли сталкиваться до этого давайте стан дадим рыбе рыба не сможет скорее всего ему сопротивляться учитывая то что врагов чатвера рога бафается на криты у него теперь криты стали 2387 то есть тем сам достаточно много танк бафается на блок обратите внимание нам дали кровоток даем гард массовый на всех собственно дэв и вырезаем рыбу вырезали рыбу вырезали передний весь отряд нам дали какое-то достижение и далее но за достижением чуть позже посмотрим даем масса гард для того чтобы они били именно танка ну и собственно молотком паладин вот в чем мне не нравится система паладин ударил не в ту цель мы могли бы добить вот этого лобстера большого и перейти на рыбу но из-за того что паладин ударил ближайшую к нему цель получается мы не добили лобстера и нам бы урона сто процентов хватило и не ударили по этой цели на самом деле из-за этого приходится забивать другими целями что неудобно так бы паладин ударил обоих но тут был любом случае был бы крит потому что урона уроки достаточно плюс он бафнут на криты а собственно плат армор мы расщепляем а все остальное в принципе можно оставить расщепляем плат армор собственно их два для вас они по сути бесполезны так же можно их убрать чтобы они не мешали нам свитки убрали слитки у нас собственно кузнец говорят прокачали уровень щитов давайте им бафнем о щиты у нас плюс один уровень и щитах в мавзолея вообще делать нечего потому что он прям откровенный триндец мобы 38 уровня квеста не хотят тринька бесполезны почему потому что она серая была бы она хотя бы зелененькая тогда можно было бы что-то не посмотреть а так она бесполезная красный квест для нас книга бесполезная девятая но 37 бриллиантиков конечно очень полезная огромный краб судя по всему что вы мне подсказывает что мы не сможем отпинать этого краба но сейчас посмотрим мобы конечно текущей локации уже сотого уровня то есть мы 30 мобы здесь сотого то есть если на вас они рандомно нападут то мы скорее всего погибнем потому что либо бой будет очень 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 долгий из того что мобы слишком сильные плюс это еще и нежить которая понижает урон вот обратите внимание это босс какая грязь я чтобы вы понимали давайте посмотрим что у нас тут опять же дар грей маг то есть мы встретили собственно серого мага моба обратите внимание уровне 60 78 60 71 110 ну тут понятное дело нужно бафаться на уклонение там танку нужно бафаться будет на защиту мы их сто процентов убьем этих я думаю мобов единственное если только этот лягушка несчастная вот это которая в центре под номером 7 нам немного урона нанесет они все бафнулись на урон что у нас сейчас будет нам очень больно а этот она еще и защитная дар грей маг бафнулся на защиту ну посмотрим что он из себя будет представлять на самом деле нам его в идеале в последнюю очередь бить гарта уру посмотрим пускай бьют первый удар 1000 ну слабовато начинаем вырезать мобов потихоньку собственно давайте вырежем трехтысячного вырезали минус один начинаем следующего вырезать очень больно ударил ему прям очень очень больно делаем масса гор у меня минус две цели мы скорее всего проиграем этот бой потому что это личинка очень больно бьет давайте попробуем застанет мы поднять ее не сможем станции на нее работает резуректа у нас нету насколько мне известно я его убрал поэтому они лечиться мы не сможем давайте выпьем склянку на собственно магия добьем этого нам выпала фиолетовая тринка но если мы конечно выживем опять же она нам поможет если мы не выживем соответственно для нас она будет бесполезна у нас танк очень танк упал от кровотока очень большой урон давайте посмотрим что за дебаф это наш дебаф наш баф точнее поэтому паладин лечит срезаем эту личинку последнюю остается один краб краб бафается на дефку сейчас тоже бафнемся мы можем его застанить обратить внимание на него стан сработал мы бафаемся на криты и будем его вырезать пытаться по крайней мере бафа им ся даем ему стан еще раз и начинаем его резать три тысячи кстати говоря срезать его критами бесполезно поэтому его я думаю надо на него настакивать яд поэтому даем себе а у нас собственно это пока еще тикает поэтому пускай будет молчанка а тут скорее всего нужен яд потому что он будет более полезен чтобы нас этой личинка не била мы даем стан и так же кидаем на нее яд постоянно даем стан и кидаем яд у меня вся патия легла из-за того что вот эта личинка в самом начале раунда походила и нас просто сдуло стан мы не можем дать у нас закончилась мана давайте не за нем эту склянку и ударим это насекомое порога в идеале бафается на криты уходит в клонение ему конечно это не поможет но все же он бафается на деф но деф ему не поможет даем ему стан стан на него подействует пытаемся его яд у нас не работает у нас не хватает магии и мы убили эту ли дарк мага у нас выпала лютня первого уровня она фиолетовая но на самом деле это бесполезная лютня но она в принципе на клерике была бы неплохая чтобы понимали это собственно так та же личинка что и на блес вот как как способность она дает вам бонусные очки плюс 5 в нашем случае на сохранение статов то есть я надеюсь нам с боссом второй второй раунд не придется драться а то у меня пати просто легла уже вся нам дали немножко монет резуректим команду обратите внимание у нас ошибка ну вот какая нахер ошибка бля вот видите вот какая ошибка при резуректе команды ну вот что за издевательство у меня честно у меня просто нет слов давайте отдадим паладину 30 уровень и собственно попробуем еще раз резуректить все-таки он резуректнулся и на том спасибо убили собственно мой дарк мага какой-то дарк грин маг на самом деле хрен поймешь кто это какая-то личинка я думаю мы тогда с вами на этом закончим всем спасибо за просмотр вот 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 Продолжение следует...